всем привет гости подписчики канала сегодня я отвечу на пару вопросов почему только на 2 потому что обычно когда я выбираю 3 больше вопросов или там даже 2 но довольно объемных в ответе то что-то видео затягивается на большое количество минут поэтому постараюсь как бы там минут 10 может чуть больше уложиться и выбрал только два вопроса очень популярны первый моих комментариях всегда был это периодическое голодание что я думаю по его поводу и второй вопрос поменьше нужно ли тренировать мышцы пресса каждый день что это даст какой эффект будут ли видны кубики чуть-чуть отвлекусь вначале погода снова дерьмовая один день я только успел позагорать холодно довольно таки в общем пока никак не получается поснимать там рельефы и все такое что касается съемок в зале то там все нормально в новом зале директор даже сам ко мне подошел как-то он узнал про то что мне надо снимать видео хотя ничего не говорил в общем он сказал что можно если не час пик в клубе можно снимать спокойно видео правда я особо не знаю что мне снимать в зале кроме того что какой-то мотивации большой вес по поднимать ну потому что вроде я столько там поснимал всего разных упражнений повторяться конечно мне незачем я считаю это глупо снова какие-то упражнения одни и те же показывать там на все виды на все группы мышцы там всего по переснимал у меня не такой подход каналу как у других людей когда там можно 20 разных спортсменов приглашать течение полугода и каждый из них что-то там качает и рассказывает про свои тренировки я всего один и тренировочных методов которые я активно использую в своих тренировках не так много как вы понимаете не экспериментирую каждый день в общем подсказывать если что он что мне снимать в зале а сейчас возвращаюсь к ответу на вопросы периодическое голодание что это такое кто не знает напомню двух видов бывает первое когда неделю один день минимум а то и два дня то есть не дня а суток происходит полное голодание ничего не едим только пьем воду сутки в неделю или там двое суток в неделю и второй тип периодического голодания это когда каждые сутки минимум 16 часов воздерживаемся от еды полностью за исключением ну того что можно пить воду разумеется в общем там 8 часов максимум сутки можно есть пищу 16 часов не есть и так каждый день это второй тип периодического голодания я так как понял наиболее привлекательный тип для подписчиков и вообще для людей которые сталкивались ютюбе теории периодического голодания по первому виду когда голодание происходит один день одни сутки вернее в неделю либо двое суток неделю то есть сидя на воде и там по моему именно кислоты добавляются если что не суть то есть они добавляются разрешаются ну здесь я не вижу никакого прорыва ничего особенного так часто люди поступали и до того как смотрели разные ютюбы в большей степени не для того чтобы сбросить жировую прослойку а для очистки пищеварительной системы чем дольше ты не ешь пьешь воду одну тем больше там все вышкребается организмом скажем так из кишок из желудка больше скажем так с профилактической медицинской целью проводили люди уже издревле периодическое голодание такого типа когда сутки там двое суток ничего не ешь а то и большее количество суток довольно наверное мучительно поскольку голод не тетка это с одной стороны а с другой стороны я считаю предпочтительнее иметь каждый день небольшой дефицит калорий нежели питаться как обычно каждый день сто процентов необходимых калорий для двигательной деятельности поддержания жизнедеятельности организма и плюс один день неделю ничего не есть то есть я считаю что именно дефицит калорий каждый день не критически это лучший вариант во первых менее мучительно по любому ну а во вторых все-таки меньше опасности потерять мышцы поскольку целые сутки не потреблять белка если у вас натуральном бодибилдинге нормальный результат по росту мышечной массы то есть уже много лет занимаетесь что-то достигли мне кажется это немножко рискованно поэтому первый тип голодание периодического но если индивидуально вам нравится ну конечно почему бы не применить но лично мое мнение я его уже сказал ничего особенного не стоит увлекаться только если прочистить свою пищеварительную систему пожалуйста по спросу жира особо ничего вам это не даст дополнительно нет конечно если вы все остальные дни на дефиците калорий то тогда будет прекрасно единственная опасность будет присутствовать потерять некоторую дольку мышечной массы сколько все таки натуральном бодибилдинге страшнее и легче можно потерять мышечную массу потому что ее тяжелее поддержать при дефиците калорий особенно таком критическом но теперь о том что так сильно привлекает зрителя и почему он купился на периодическое голодание это второй вид периодического голодания когда 16 часов в сутки минимум нужно воздержаться от еды остальное время можно есть все что хочешь вот именно в этом на мой взгляд кроется очень большая замануха я абсолютно уверен что эти ребята братья хочешь они даже по 19 часов как говорят голодают сутки в те часы когда можно есть едят все равно правильную еду и суточное потребление бжу у них все равно не больше чем нужно то есть они там по-любому ведут себя очень аккуратно хотя теоретически вот этих 8 часов приема пищи в сутки можно есть все что хочешь это очень заманушно но представьте если я в эти 8 часов или даже 6 часов съем больше калорий чем я затрачу за сутки как я при этом буду худеть для меня это абсолютно непонятно то есть можно жрать все что угодно для чего угодника идеальный вариант все из нас и любят это это сладости зефирки там тортики и вот так хочется купиться на философию что можно есть все что угодно хоть сколько-то часов в сутки а потом и поголодаешь главное ужираться сейчас вот это сильно сильно подкупает но я вам расскажу почему на мой взгляд это неэффективно про братьев коши рассказал я уверен что не по-любому эти часы когда можно есть ведут себя правильно и красиво не так как теоретически можно жрать все что угодно первый вопрос когда мы едим небольшое количество часов в сутки мы перегружаем свою пищеварительную систему разными пищевыми элементами жирами белками углеводами слишком дофига еды когда какой-то определенный период времени наваливается куча еды на пищеварительную систему она перенапрягается это по-любому не здорово не зря же придумали дробно питаться на протяжении суток разгружать пищеварительную систему а здесь все наваливается в кучу это не есть хорошо чисто для здоровья но я в этом капитально уверен второй негативный пункт все равно не получится жрать все что угодно если вы превысите в это количество часов когда можно потреблять пищу вот суточную калорийность то что затратит ваш организм на жизнедеятельность это что вы сами затратите на свои движения действия все равно вы будете жиреть потому что мистическое голодание в 16-18 часов в сутки вам не поможет избавиться от превышения калорийности которую которая вам так скажем прописано в сутки для просто поддержания определенного процента жира нужно вам 2 200 тысяч калорий в сутки к примеру ну 2 200 может и маловато сказал 2 500 при ну все зависит от роста от пола и так далее а вы съели 2 600 за 6 часов в сутки но не будете вы при этом худеть но никуда не денутся эти лишние калории но поверьте на совершенно никуда не денутся разница энергопотребление энергозатрат должна сохраняться и должен сохраняться дефицит калорий в сутки независимо от того за час вы все съели в сутки за три часа за пять часов или растянули на все сутки целиком включая ночь вот эти вот калории то есть не получится у вас за жрать столько сколько вы хотите третий вопрос не получится у вас жрать плохую еду то которой многие мечтают вот многие часы я не ем а потом эти часы я нажрусь и все что хочу не получится все равно быстрые углеводы не насыщают организм попадая к нам в желудок они дают сигнал на выработку инсулина инсулин очень быстро перетаскивать все лишние калории из быстрых углеводов в жир подкожный и вы снова голодный в итоге вы жрете все больше и больше за эти отведенные вам часы естественно вы превысите ваши энергозатраты своим энергопотреблением ни хрена не получится следующий вопрос тоже очень важный и пожалуй самый важный именно вопрос касающийся скажем так минусов периодического голодания самая большая откладка жира кто не знает у человека наступает тогда когда в определенный период времени его энергопотребление глобально превышает его энергозатраты то есть допустим когда сразу сразу всего наедаешь как при застолье это бывает весь желудок вот такой распух вся эта жратва пошла усваивается усваивается там усваиваться есть много чему но вы продолжаете вести обычную жизнедеятельность у вас нет такого что когда вы нажрались энергия тратится сразу в пять раз больше правильно нету такого а энергии в пять раз больше там внутри естественно она куда-то должна деваться можно сказать что она не будет усваиваться но если она не будет усваиваться у вас будут серьезные проблемы там с каким-нибудь поносом вздуть всем живота и так далее но как правило нормально она усваивается и все лишнее по калорийности чтобы нажрали вот например даже за один час идет вам в жировую прослойку даже при условии того что вы потом много часов не питаетесь ничем хотя из этих много часов как минимум половина на сон приходится когда очень слабые энергозатраты то на этом голодание не длительном тех же 16 часов это фигня после ваших обжорств поверьте мне жир ваш на голодание потратится например на в количестве 50 граммов а нажрете вы его граммов на 200 и вот каждой сутки вам по 150 грамм будет откладываться сальза просто потому что вы посчитали что можно есть все что угодно а потом 16 18 часов голода вас спасут нет ничего не произойдет такого о чем многие думают поскольку как я уже сказал глобальное превышение энергопотребления в единицу времени над энергозатратами ведет к великолепному усвоению всего и вся к сильному выделению гормона инсулина и к большому отложению жировой прослойки именно так живут многие существа в природе типа крокодилов или удавов которые съев проглотив огромную добычу ее переваривают и много откладывается у них жира когда ну например удав проглотил небольшую косулю косуля усвоилась за месяц и еще полгода он может не есть этот удав потому что косуля за месяц усвоилась жира на откладывалась в дави и он еще пять месяцев может жить на отложенном жире но он может себе позволить с жиром в природе жить его задача выжить а мы можем с вами себе позволить не ходить жирными тем более на нас жир гораздо лучше заметен поэтому большие приемы пищи когда мы сжимаем пищу в маленькое количество часов но не контролируем ее по бжу по калорийности количество не контролируем думаем что мы можем есть все что угодно и сколько угодно главное потом 16 18 часов не есть ничего в сутки это абсолютно не поможет это загонит в тупик это сделает ситуацию еще хуже вы наберете еще больше жира я говорил по тем слабым местам которые больше всего подкупают я не имею ввиду что человек типа как братья один из братьев хочешь реально в часы когда можно есть по-любому ест правильно и по-любому все равно суточный дефицит калорий у него будет я не говорю про правильное поведение я говорю про то на которое скорее всего покупается большинство зрителей еще такой пункт я может быть что то пропустил записывал о чем я хотел сказать суточный дефицит ну конечно есть еще такой пункт что довольно мучительно много часов не есть но правда если ты нажрался в отведенное количество часов там она не будет хотеться я уже говорил что это приведет к большему отложению жира потом мне не нравится периодическом голодании что нет регулярного потребления белка то есть очень долгое время нет потребление белка 16 19 часов в сутки а как вы знаете белка за час усваивается не так уж и много в человеке который не раскочегарен гормонами то есть если он натуральный атлет и как это вот за эти часы отведенные на переваривать белка нужное количество это очень большая нагрузка на организм и зачем это белок все равно в жир не переходит если его не потреблять сверх нормы там два раза то есть нерегулярное потребление белка абсолютно не полезно с точки зрения поддержания мышечной массы натурального атлета и абсолютно не полезно для здоровья в плане перегрузки пищеварительной системы вот такие дела вот что я думаю про периодическое голодание я считаю что гораздо лучше питаться дробными порциями питаться с дефицитом бжу не бжу даже а только же у по белку не надо дефицит я тут перепутал в общем дефицит суточный по калориям должен быть небольшой и так день за днем я считаю что это и полезней и менее мучительно в определенные периоды времени и меньше риска отложить ненужные жиры те моменты когда вы считаете что можно жрать все что угодно и кстати я вот что хотел я хотел привести пример один что у меня жизни моей тренерской неоднократно были подопечные которые практически сутки не ели она жирали все за один раз представьте человек бегает на работе я считаю что многие из вас себя узнают здесь потому что подопечных у меня было таких достаточно много бегают решают какие-то организационные вопросы на работе семьей почти ничего не едят сутки один раз в сутки они в течение часа нажираются съела одно второе полез в холодильник колбасы потом еще чего-то жрет жрет буквально один час и постоянно жиреет мы тренируемся в зале жир только растет вес на весах растет я говорю что ты я спрашиваю что ты ешь он отвечает что почти ничего не ем в сутки не ел почти вот там только вечером или там только вот на застолье где-то пригласили один раз один час он нажирает столько калорий что потом вес растет и жировая прослойка растет это к вам к вопросу о том что жрать все подряд в любом количестве в отведенные любые часы даже один час в сутки это вам не поможет подстрекнуть свой чего угодья и избежать не то чтобы то есть и избежать отложения жира а не то чтобы от него избавиться вот такое мнение если кому-то понравилась идея периодического голодания запомните вы все равно будете обязаны питаться правильно минимальное количество вредной пищи у вас будет в рационе и все равно вам придется соблюдать дефицит суточный дефицит калорийности только тогда вы похудеете сама по себе идея где можно есть а где нельзя есть сутки и все что хочу я при этом могу делать вам не поможет вот такое мое мнение теперь кратко по вопросу качки пресса каждый день некоторые и я сам таких видел и парочку подопечных я себе таких брал которые люди которые тренировали пресс каждый каждую тренировку и не скажу что каждый день еще даже наверно каждый день кроме зала где-то дома у себя там скручивание скручивая дни бесконечные с такой верой что чем больше качаешь пресс тем больше шансов что у тебя будут видимые кубики каждый день и что ты будешь сухим в области талии уже несколько даже видео мое не первое я видел youtube грамотных что это не поможет для того чтобы были кубики я подтверждаю сто процентов если вы хотите чтобы у вас на талии не было жира вы должны помнить что отложение жира на талии это не запас жира вашего живота это запас всего вашего тела просто на талии самое лучшее место для его отложения там жир не мешает вашему передвижению не на пальцах же жир откладывать правильно и не на веках на животе очень удобно как можно убрать жир живота только разницей энергопотребления и энергозатракт суточных если вы будете качать пресс сколько угодно каждый день по целому часу но при этом жрать больше чем потребляете за сутки никогда вы не увидите кубиков никогда что касается накачки самих мышц пресса вы уже поняли что чтобы увидеть мышцы пресса нужно соблюдать энергобаланс минус должен быть больше чем плюс каждые сутки а что касается самих кубиков пресса самой накачки тоже плохо качать пресс каждый день как и любую мышечную группу потому что пресса мышцы тоже способны перетренироваться ну конечно вас это перетренировка одних мышц пресса не загонит в вялость потерю иммунитета и так далее потому что мышечная группа довольно мелкая вы просто будете долбить пресс на одном месте в нем процессы супер компенсации проходить не будут потому что слишком много кортизола слишком много нагрузки на одни и те же мышцы скручивание бесконечное нету отдыха для мышцы они в общем не будут расти для того чтобы кубики пресса были мышца передняя мышца живота должна утолщиться а как она утолщиться если вы постоянно ее долбите каждый день можно сделать плоский живот за счет диеты на мышц кубик куб мышц пресса выделяющихся с кубиками особо не будет потому что толщины не будет передние мышцы живота поэтому ни в коем случае пресс не нужно тренить каждый день это полная глупость вы потеряете время вы потеряете энергию и может быть даже потеряете веру в фитнес потому что диету не сделаете себе то есть питание не поменяете жир не уйдет плюс пресс не накачайте он будет плоским с диетой но кубиков толком не будет из-за того что вы его постоянно перетренировывали и кстати помните что мышцы пресса это довольно таки не массивные мышцы это как маленький двигатель которым вы пытаетесь сжигать очень большой количество бензина не получится только крупные группы мышц сжигают большое количество бензина то есть калорий легче тренировкой ног избавиться от жира на животе чем тренировкой пресса кто не верит ради бога можете не верить а кто верит тот пожалуйста рекомендую тренируйте больше ноги в любом стиле даже много повторным если вас не заботят размеры мышц ваших ног но больше заботит как сбросить общее количество жира с тела тренируйте лучше больше ноги на не пресс не долбите вы его каждый день пару раз в неделю нормального кача пресса для толщины кубиков желательно не по 40 50 повторов в упражнениях любых делать которые вы выбрали упражнения а как-то утяжелять упражнения чтобы не более 15 20 повторов выходила за сэ вот мой совет и так до новых встреч я надеюсь что я еще больше ответил на вопросы на два вопроса сегодняшнего видео до встречи